Большое спасибо президенту за такую поддержку. В больнице 50 коек в палатах интенсивной терапии, 10 коек в отделении реанимации и 10 коек в послереанимационных палатах. Кроме того, больница оснащена системой жидкого кислорода. Работникам сферы здравоохранения Таласской области тоже есть чем похвастаться. В их больнице современное оборудование и хороший ремонт. Благодаря усилиям президента, кабинета министров, министерства здравоохранения на сегодняшний день, вот именно в течение вот этой пандемии, 20-21 год, были такие очень серьезные вложения в инфраструктуру здравоохранения Таласской области. Такие как покупка цифровых стационарных рентгенаппаратов, выделение санитарного автотранспорта и в их числе подъем заработной платы. В 2021 году было построено 4 новых больниц. Активную поддержку в регионах получают не только медицинские учреждения. Большая часть населения страны проживает в сельской местности. Поэтому в Аилах сейчас строят сады, школы. В прошлом году сдано в эксплуатацию 9 детских садов и 38 школ. В городе Балыкчи новые школы пока не строятся. Существующих 10 вполне хватает, тем более, что они в хорошем состоянии. А вот материально-техническая база в учебных заведениях города обновляется регулярно, чтобы обучение шло в ногу со временем. Министерство образования, они уже провели тендер. И по всей республике 1200 школ получат уже компьютеры. Это очень хорошая новость. Почему? Потому что действительно это для всех школ, не только города Балыкчи, а по всей республике у нас не хватает. А для современного обучения вот эти техники нам очень нужны. Если еще три года назад медицинские, образовательные, социальные учреждения в регионах испытывали и финансовые, и технические трудности, дети учились в контейнерах, то сейчас проблем стало намного меньше. Главное из них – нехватка кадров. Решают ее повышением заработной платы. В частности, на оплату труда учителям дополнительно выделено больше 16 миллиардов сомов. Повышение минимум на 50% для всех категорий. Теперь молодой учитель без стажа вместо 7 тысяч будет получать более 23 тысяч. Но вместе с этим, отметил президент, повысятся и требования к педагогам. Начиная с этого месяца во всех школах будет проходить аттестация. Пусть наших детей и будущие поколения обучают самые достойные, самые умные и самые умелые. Даже если нет педагогического диплома, нам нужно готовить учителей, прошедших специальный курс. И этим летом нужно набрать в каждую школу не менее 10-15 новых учителей. Нам особенно нужны высококвалифицированные учителя по математике, естественным наукам, компьютерам и иностранным языкам. Я также обращаюсь к современной молодежи. Работайте школьным учителем. Мало других профессий, имеющих столько почета и репутации. Мы не должны забывать, что будущий успех нашего народа начинается только в сегодняшней школе. После повышения заработной платы аттестация учителей должна быть обязательно. Почему? Потому что, как сказал президент, наших детей должны учить самые высококвалифицированные, хорошие учителя. Зарплату подняли и медикам, причем неоднократно. Месестра из Секуйской области, объединенной больницы с четырехлетним стажем. До 1 апреля получала 11 тысяч сомов. С этого месяца начнет получать 17 248 сомов. Мы очень надеемся, что двукратный подъем заработной платы в 2021 году и в начале апреля 2022 года все наши коллеги, которые каким-то образом были вынуждены покинуть официальное здравоохранение, уйти в частные клиники, может быть уехать в поисках лучшей доли в другие республики. Мы очень надеемся, что после этого повышения наши коллеги вернутся и пополнят наши ряды. Социальным работникам и людям в той или иной степени, связанными с помощью лицам с ограниченными возможностями, оклад тоже увеличили. На республиканском заседании работников социальной сферы президент обратился к тем, кто ранее просил его о повышении. В частности, начальнику от Башинского управления социальной защиты Телеку Султангазы Улу и работнице республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Ольги Ивановне Николаевой. Я имел честь поздравить вас, уважаемая Ольга Ивановна, в прошедший день 8 марта. Тогда вы от имени всех работников вашего завода обратились с просьбой о повышении зарплаты. Я очень рад сообщить вам, что правительством принято решение об удвоении зарплаты. Например, один из ваших коллег с 14-летним стажем «Сапожник», сам инвалид третьей группы, до этого получал зарплату около 18 тысяч сомов в месяц, а с этого месяца будет начисляться зарплата в 36 тысяч сом. Также я хотел бы поприветствовать присутствующего здесь начальника от Башинского управления социальной защиты Телека Султангазы Улу. Вы обращались ко мне с просьбой поддержать повышение зарплат социальных работников. Сегодня мы полностью удовлетворили вашу просьбу. Вы знаете, это именно те люди, которые практически бескорыстно ухаживают за одинокими пожилыми и смотрят за детьми в трудной жизненной ситуации. Их зарплата составляла 7,5 тысяч сомов, и это в условиях высокогорья. А с этого месяца они будут получать до 14 тысяч сомов. А если с выслугой лет, то и выше. Очередной этап повышения заработных плат пришелся на 1 апреля. Было выделено дополнительно 26 миллиардов сомов. На 9 месяцев 2022 года оклады поднялись сотрудникам социальной и культурной сферы. Повышение затронуло 309 тысяч человек. Кроме того, как отметил президент, планируется с 1 июня поднять детские пособия, выплаты персональным ассистентам и другим категориям. А в октябре вырастут пенсии. Екатерина Токамбаева, Нордан Кребеков, «Пирамида». Продолжение следует...